Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, никто не будет возражать, тогда это специальный проект реальной журналистики, программа Вести без Дмитрия Киселева, самая популярная программа среди моей мамы, напоминаю, великолепная семерка из РФ, образца образца 2018, тема нынешнего кино, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо тех, кто на слуху, в этих выборах участвует некий замечательный кандидат Сергей Бабурин. Чем он замечательен, никто не знает. Кто это такой тоже, от слова вообще, но тем не менее, человек умудрился собрать в свою поддержку какие-то подписи, найти финансирование, и в общем теперь это полноценный кандидат. Нет, врать не буду про Бабурина, я кое-что, конечно же, слышал. Когда-то во времена царя Гороха он стоял у истоков основания партии «Народная воля», которая, впрочем, затем канула в лету, и о которой лучше, как и о самом ее основателе, либо хорошо, либо ничего. Пару раз Сергей Николаевич избирался депутатом Госдумы, правда, что он там делал в Госдуме, в смысле, тоже большая загадка, потом пропал, сейчас вот снова откуда-то появился, хотя агитацию за себя данный кандидат ведет в соответствии с веяниями времени. По принципу, что бы никто не догадался, ну давайте хоть я вам его покажу, что ли. Кандидатский кандидат Бабурин и седьмое место нашего парада абсурда, внимание! Нам навязывают только либеральные альтернативы, дескать, или сегодняшняя власть, или появится кто-то прозападный, который будет еще дальше тащить нас в сторону антиценностей. Есть русский выбор, есть наш традиционный выбор, когда мы должны заниматься социальными обязательствами государства перед обществом. За минувшие десять лет образование убито. Не при Ельцине. За эти годы. За минувшие пять лет происходит демонтаж здравоохранения. Я не стану сейчас анализировать предвыборную речевку этого кандидата, которую на его официальной странице в ютубе посмотрели и послушали аж 3700 россиян за почти полтора месяца. Там, в принципе, целых четыре ролика уже выложено. Дай бог вам победы на этих выборах, Сергей Николаевич. Ну а характеризовать этого политика я все-таки, наверное, должен. Какой-то мужик. Еще один какой-то мужик участвует в выборах, а вы не знали? Тогда продолжаю просвещать. Борис Титов, уполномоченный по делам предпринимателей при президенте РФ. По совместительству председатель партии Роста есть у нас и такая. Известна данная партия тем, что в ней состоят Ирина Хакамада и Дмитрий Потапенко. Но в президенты, тем не менее, предприниматели, так они себя позиционируют, выдвинули к господина Титова. Данный выбор вполне объясним, потому что Титова знают. Сам Титов, жена Титова, друг Титова и еще десятка два московских коммерсантов, которым надо пробиться на приемку прав делами президента. Участвует, к слову, в выборах Борис Юрьевич не в первый раз. В сентябре 16-го года он громко о себе заявил, точнее о своей партии. В общем, тогда у них даже были какие-то шансы что-то выиграть, поскольку партия Роста возникла на платформе бизнес-сообщество «Деловая Россия». Однако в последний момент все Титовские поснимались в регионах, ну или почти все, уступив дорогу ребятам из «Единой России». Борис Титов и шестое место символично, не правда ли? В принципе, процедура является демократической, но вопрос в том, что результат-то, конечно, предрешен, потому что сегодня с рейтингом Путина, который мы сегодня увидели, там, последний рейтинг в ЦИОМ, это там больше 80%, конечно, все понимают, что результат практически предрешен. Поэтому больше это выборы не о борьбе не за кресло, так скажем, а за то, какова будет экономическая политика страны в будущем. Вот мы пошли на эти выборы именно с этой задачей. Ну а это, я так подозреваю, программа у кандидата такая. Мы понимаем, что не выиграем, поэтому и пошли на эти выборы. И последний перл в надежде, что что-то изменится. Проголосовать что ли за этого интересного чувака. Дальше поехали. А на пятом месте, ну конечно же, киса воробьянинов нашего времени, отец русской демократии Григорий Явлинский. Вечный аутсайдер любой избирательной кампании, человек, который с 99-го года ничего и нигде не выигрывал, питерское Заксобрание не в счет ввиду его местечковости. Более того, этот политик умудрился с должности главы своей же собственной партии слететь. И вот сейчас решил побороться за пост самого большого начальника в стране. Нет, если честно, я ничего не имею против Григория Алексеевича. И мне он даже импонирует. Вот это не Стёб говорит правильные вещи. Мысли у него здравые. Но, как по мне, вы знаете, кажется, что этот политик вот как застрял в 99-м, так там и остался. За это время мир изменился. Люди стали другими. Скорость жизненного разбега поменялась, а самый заметный яблочник это как-то упустил из виду. Он вроде и рассуждает логически, но уж как-то чересчур логически. Как помните, герои фильма «Электроник», но эти же ворота были ближе, поэтому в них и забил. Григорий Явлинский и пятое место. Люди говорят о том, что, вот последний разговор, что бедность очень большая. И причем эта бедность все время нарастает. И поэтому они ставят подписи, потому что им жизненно важны перемены в стране. Им нужно, чтобы изменилась политика. Чтобы вместо постоянного обсуждения на телевидении войны с Украиной или еще чего-нибудь такое, чтобы начали наконец обсуждать, что у них газа нет. В стране, где самые большие запасы и поставки газа, там у людей нет газа. Половина населения почти живет без газа. Вот о чем люди говорят. А последний разговор – дорог нет. Нет нормальных дорог, невозможно заниматься предпринимательством. Все время испытывают страх, давление со стороны административных органов. Ну так и начни ты с этих самых людей, которые оставляют в твою поддержку свои подписи. Начни с регионов. Изберись для начала где-нибудь мэром или губернатором и построй свою яблочную демократию в одной отдельно взятой территории. Покажи, как это должно выглядеть. Остальные заразятся тоже захотят, но вы же этого не делаете. Зато 10 лет с точечными застройками в Москве боретесь. И уж ни в коем случае не берите больше к себе в партию добрых людей вроде Яровой. Это плохо для имиджа. Выведи и расстреляй его там. Однозначно. Буш, ты, с***й ковбой. Когда-нибудь цитатник этого кандидата разойдется по стране миллионными тиражами. Причем вот он вроде и не нужен во власти, толку от него ноль. Но без него в российской политике мрак наступит. Скукотища. Он, собственно, поэтому и пошел-то на выборы, на мой взгляд. Потому что попросили, ну, чтобы не выглядела эта компания совсем унылая. А то и так заранее известен результат. И так нет никакой интриги. В телевизоре уже чуть ли не итоги будущих выборов подвели. Да и показать-то кого-то, окромя царя-батюшки в эфире, на всю страну опасно. Не дай бог люди узнают, что бывают еще какие-то кандидаты. В этом плане Вольфович и Чип, и Дейл в одном лице. От него и вреда никакого, как от потенциального конкурента. Он им быть не стремится, потому что и в ящике всегда есть кому публику развлеть. Четвертое место и Жириновский. Иди сюда, иди. Видите, он боится. Владимир Вольфович, в этом ваша беда. Так почему нас Навальный зовет на улицы, а не вы? Что ваша беда? Когда вы запрещаете кого-то слушать. Когда вы других отгоняете, слова не даете. Я вчера в Орле дал слово вашему стороннику, за Навального. Парень Егор, 15 лет. Дал ему микрофон, он выступал. Сейчас я в родном городе Москва, ты говоришь, хватит его слушать. Вы что, вы же это свободно? Как мы будем вам верить, если вы нам розыкаете, мы еще ничего не сделали вместе. Что вы боитесь меня? Все телевидение ваше здесь. Моего нет ничего. Пусть вы проигрывали в ЧУТВ, надвигайте все. Кому его можно отвергать? Вас нельзя отвергать, мы знаем. Мы же либеральный политический парк. Мой дед с вами работает. Николай Симонович. А вообще он точно знает, что делает. Ну, во-первых, этот человек давно и железно усвоил золотое правило пиара. Неважно, что тебе говорят, главное, чтобы говорили. Явлинский вот профукал этот момент, и сейчас ему сложно, не помнит никто. Во-вторых, политика это серьезный бизнес, и если ты грамотно торгуешь харизмой, оставаться тебе на плаву еще долгие-долгие лета. Недаром, говорят, язык до Киева доведет. Вот и третий момент. Жириновский это еще и человек, которого нужно уметь читать между строк. Этот политик никогда и ничего не говорит, и не делает просто так. Думаете, с чего бы его рупором Кремля за глаза называли? Впереди тройка лидеров. На старт, внимание, погнали! Вот еще некоторое время назад над этой дамой ржали в интернете. Мол, ха-ха-ха, лошадь, которая на корпоративах папиков развлекает, а она возьми, да и приобрети себе породу, кандидатом в президенты на минуточку стала. Какая еще лошадь может подобным похвастаться? Причем очень грамотную нишу тут же заняла я, мол, кандидат против всех, и нравится вам это или нет, а в марте у нее есть шанс собрать неплохой процент. И, естественно, я не говорю сейчас о победе. Но уйти навсегда из шутов, развлекающих публику со сцены, и организовать новое направление деятельности, которое станет затем свечным заводиком для нее, у Собчак очень даже может получиться. Я имею в виду партию или какое-то общественное объединение в будущем изобразить. Наблюдаю за ней несколько месяцев, как за участницей кампании она меняется. Ксения Анатольевна стала серьезнее. С ней очень хорошо поработали технологи и психологи. Видел на Медне, как она с Соловьевым разговаривала на его территории. Эта женщина научилась держать удар и давать сдачи. Причем не по-идиотски, как раньше, а по-взрослому. Ребят, только уважение оно у меня вызывает третье место. Я убеждена совершенно, что единственный вариант для Путина уйти, это если он будет чувствовать себя в безопасности. Это парадокс по-своему. Потому что он тоже заложник созданной им самим системы. Он знает, что эта система... Что с ненастоящими судами в России, с ненастоящей демократией, эта система может быть использована против него самого, как только он оставит власть. И поэтому он не может уйти от власти. Не потому, что он хочет править вечно. Как мне кажется, он с удовольствием бы ушел, больше вот перешел к такой роли отца нации. По крайней мере, господа, благодаря этой избирательной кампании, одной приличной соотечественнице, за которую не будет стыдно, в нашей стране станет больше, и это уже серьезное достижение выборов 20-18. Продолжаем. А имя этого человека еще пару месяцев назад толком и знать-то никто не знал. Разве что узкий круг ютуб-аудитории, которая интересуется серьезными экономическими вещами. И вдруг в конце декабря вторая партия в стране объявляет, «От нас пойдет простой мужик из народа». Ну, не совсем простой, хотя менее простой, чем Медведев или Прохоров. Сегодня Грудинин самая популярная фамилия в Рунете. Любой пост, любое видео с ним собирает сотни тысяч просмотров и сотни же тысяч купленных кем-то дизов. Журналисты в очередь стоят, чтобы записать с этим кандидатом интервью. Там все расписано буквально по минутам. Но самое главное, этот подмосковный фермер уже сделал невозможное. Всего за месяц с небольшим он умудрился объединить вокруг себя подавляющее большинство протестников. Похоже, даже в конторе, которую курирует Кириенко, слегка фонарели от собственного недосмотра. Ну, в конце концов, там тоже не боги сидят. Второе место и Павел Грудинин. Я стал почему-то опасен. А если вы увидите, как много людей поддерживают, особенно после моего выдвижения, не только КПРФ, а вообще все левые силы, вы обалдеете. Но даже на прокремлевском радио я с первого раза набрал 45% против 50% Путина. И поэтому я с вами, как и многие другие, не согласен. Если вы все придете на выборы, а вы правильно проголосуете... Я же крутой мужик, вы же сказали, да? Коротко скажите, коротко. Выборы честные сейчас? Нет. На самом деле, я как журналист не имею права высказывать своего частного мнения в эфире. Но в данном случае мне хочется это сделать. Мне хочется, чтобы хотя бы на этих выборах случился второй тур. Надоели просто эти безальтернативные голосования. Причем мы-то понимаем, почему они безальтернативные. Треть страны не пришла, еще треть заставили проголосовать как надо. Давайте хоть в этот раз будем честными, что ли, в первую очередь, перед собой. Ну и кто же на первом месте? А вы правда думали, что на первом месте окажется Владимир Путин? Неа. Да и че о нем рассказывать, там и так все ясно. Золото я отдал кандидату, который так и не стал кандидатом. Именно Алексею Анатольевичу Навальному. Честно, в какой-то момент он мне даже импонировал до тех пор, пока не начал заниматься непонятно чем. Но начнем с того, что собственную компанию Навальный провалил сам. Этот человек год ездил по стране, представляясь кандидатом в президенты, хотя прекрасно понимал, что есть закон. Есть кодекс об административных правонарушениях, в конце концов, где русским по белому написано. Агитация вне агитационного периода является прямым нарушением выборного законодательства. А агитационный период начинается только сейчас, 20 февраля. Алексей Анатольевич не знал об этом. Юрист, участник нескольких компаний до того как и не знал. Он, кстати, и сейчас продолжает делать вид, что не понимает этого, призывая других кандидатов. Мол, начинайте агитировать уже. Зачем? Чтобы их сняли. А как они вообще? Они критикуют каким-то образом Путина. Они разоблачают его персонально. Но он же лично коррумпированный человек. Как у него взять самый молодой миллиардер России. Долларовой. Мы знаем, как он получил деньги абсолютно незаконно. Путин лично подписывал распоряжение о том, что они получали льготные кредиты. И есть много примеров личного вовлечения Путина в коррупцию, не говоря уж про его друзей. Много примеров о том, как он несостоятельный президент и очень плохой управленец. Ну скажите это, вот эта вот честная компания, которую вы сейчас видите на фотографии. Скажите это. Приедьте в Екатеринбург, в Новосибирск, в Пермеле, в Архангельск. Соберите митинг и скажите об этом. И ваш рейтинг начнет расти. Судимостью этой тоже какая-то недосказанность осталась. Хотя еще год назад все понимали, что ЦИК не обязательно прицепится. Навальному подсказывали, готовь Юлю свою в качестве альтернативного варианта или кого-то еще. И только Алексей Анатольевич свято верил, что эту судимость ему простят. Дальше больше. Придумал историю с бойкотом. Даже его сторонники толком объяснить не в состоянии, что этот бойкот даст. Но не придут они на участки и что. Повторится 2012 год. 46% постоянных избирателей Путина все равно проголосуют за своего кандидата. И он опять без проблем займет президентское кресло. Не проще ли главному типа оппозиционеру тогда сразу красную дорожку для Владимира Владимировича раскатать? Все, не хочу больше о нем. А вообще весь этот спич хотелось бы закончить словами Виктора Цоя из «Бессмертного муравейника». Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, говорят, что плохо искал. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Как-то так. А это были Вести без Дмитрия Киселева. Сегодня спецвыпуск. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете все серии этого сериала. Заходите, наслаждайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok